всем привет мы начали с того что поливаем наш участок у нас зашли помидоры теперь их прям хорошо видно сейчас вам покажу редиску смотрите как уже редиску хорошо видно и вот вторая грядка с редиской огурцы прям хорошо видны стали сейчас покажу огурчики ой они у нас все забрызгались ладно страшно вот огурцы помидорчики сейчас вода немножечко спадет будет видно вот друзья сегодня мы занимались тем что вы корчевывали торн который начал начал переходить в наши грядки вот с помидорами с огурцами вот грядки а вот этот торн смотрите какой корень к нам шел вот этот да самый большой покажи нам такой ствол его топором выкорчевывали вот это все сейчас к нам переходит от соседей и мы сегодня вот это все выкорчевывали на это уходит колоссальное время то есть на каждый корень вот ямы были которые мы засыпали землей вот еще тоже огромный корень вытащили часть конечно мы к себе на участок перенесли уже начали сжечь их но еще очень много а как мы сами как мы заметили когда сегодня поливали опять обнаружили ростки до ростки торны вылазить начали мы вокруг окапываем у нас ничего нет и муж говорит это наверное скорее всего то что на границе с нашим участком и поэтому получается мы сегодня потратили время на то чтобы на границе с нашим участком уже зашли на соседние и выкорчевывали опять торн вот еще один факт что не следует покупать участок рядом если с вашим участком нет ни одного ухоженного огорода здесь сейчас кладезь просто кладезь этого жука златки потому что мы пока выкорчевывали мы поймали здесь две златки то есть они именно садятся на торн откладывают свои яйца от 150 до 200 штук как вот написано в энциклопедии о златках вот эти конечно все моменты они и так устаешь да получается четыре часа убили просто на то чтобы выкорчевывать эти корни мы выкорчили получается сколько корней 6 корней и вон еще там у нас да туда закинули многие наверное скажут то что я каждый день записываю видео и получается что практически топчемся на месте да действительно даже мы замечаем что фактически наша работа практически не видно сегодня мы вот эту часть там где трактор проходил по новой перекапывали граблили перекапывали опять же нашли собрали две таких кучки которые такого по такой корень да и опять были корни и корни эти богом не за не зацеплены потому что они гораздо глубже земле то есть муж раскапывал это все закопано просто некогда было это все записывать он прям в глубину на 4 лопаты уходил же это да для того чтобы вытащить эти корни я надеюсь то что вот эти видео которые мы записываем для кого-то послужит примером что не стоит покупать такие вот заброшенные участки пусть даже по очень приемлемой цене и в хорошем районе где вокруг все заброшено во-первых замучаетесь бороться с вредителями которые будут постоянно к вам прилетать от соседей во вторых если пожар то в любом случае либо окапывать нужно будет весь периметр вокруг вашего участка это тоже колоссальное время чтобы это все перекопать чтобы вас огонь не коснулся поэтому лишний раз хочу я вам сказать подвела я резюме к тому что как мы ошибочно ошиблись с покупкой участка то что нужно было все таки посмотреть внимательно если соседи работают ли соседи на соседних участках и покупать уже более-менее ухоженный потому что прошло три года а по факту мы топчемся на одном месте в наде сначала мы надеялись что будет хорошие сорта вишни торны и малины оказалось что торн очень кислый и невкусный весь червивый вишня тоже вся в паразитах во вредителях малина очень колючая ягод мало тоже давала вся перепуталась переплелась все корни переплелись да вот сейчас вот от всего избавились ой солнышко спряталась хоть немножечко подышать сегодня очень тихо даже у меня сегодня камеры без дополнительного микрофона и все равно хорошо слышно потому что сегодня очень тихая погода ветра нет очень жарко и вот благодаря тому что сейчас солнышко спряталась хоть полегче стало да муж у меня уже вообще на негритенка похож а ты у нас клубничка красные панамочки розовый да в розовые панамочки вот вам видно помидоры по два штуки а да хотелось вам помидорчики наш показать ставите я не люблю заморачиваться вот этой рассады в прошлом году я пробовала рассаду сажать мне мама давала огурцы которые были из дома они так болели и мало огурцов дали а те огурцы которые я сажала напрямик в землю столько плодов было вот помидорки наши по две штуки как мы их сажали по две так вот они растут по две а вот торн который лезет который мы сегодня корни обрубали вот еще один торн то есть потом опять надо будет все перекапывать я так думаю когда урожай мы соберем ботву соберем и начал опять перепакивать да в общем такой сейчас небольшой обзор нашего участка вот когда мы сюда приехали начали здесь ухаживать за участком здесь был лес торна да здесь буквально были заросли торна мы это все перекапывали перекапывали прошлом году у нас здесь арбузы дыни росли дальше территория где у меня стоит муж и дочь там росла вишня огромные кусты вишни как вон там же начинается вот где вы стоите и вот по тому пригорку везде вишня здесь по центру участка у нас была яма она есть но небольшая уже потихоньку выровнялась но тем не менее она есть это яма дальше что вот наша небольшая постройка это мы привезли керамзитоблоки под бытовку раньше это стояла вот здесь на этой территории мы перенесли ее для того чтобы можно было здесь тоже перекопать как следует вот наш кран шланг и водопровод где он у нас начинается здесь везде росла малина мы ее в этом году полностью уничтожили вот здесь были большие огромные заросли малины мы от нее полностью избавились и в этом году посадили деревья вот здесь вот основная основные заросли вот здесь вот вишня соседей и вот здесь вот везде было малина ну вот еще кустики есть мы сюда посадили на эту территорию мы посадили два боярышника два дерева боярышника деревья очень сильно болеют возможно что то мы сделали не так не знаю слива сегодня мы удобрили их двойной супер фосфат насыпала вот чеснок еще одна слива и два абрикоса вот первый а вот второй остановлюсь я немного и расскажу об абрикосе бабушка мне сразу сказал как правильно за ним ухаживать он не любит ветреную открытую территорию то есть он может сгореть на солнце поэтому мы его поместили в баллон старый баллон от нашей машины дырявые вот и тем самым я сюда мы даже сюда на этот самый маленький кустик два баллона ставили когда уже он принялся этот куст один баллон убрали вот второй здесь сразу был только один баллон вот немножечко болеет но все равно принялся то есть что хочу сказать это растение любит тишину у нас здесь сильный ветер но благодаря тому что мы его оградили баллоном и ветка как-то более-менее держится она принялась слива вот это слива наоборот они хорошо принялись несколько дней хорошо стояли а потом все равно от сильного ветра видимо им здесь тяжело у нас оставался еще один баллон и мы решили спасти вот эту сливу слива это очень вкусная мы не собирали варенье готовили так и и очень вкусно кушать вот у нее тоже взяли отростки это очень вкусно и вот надеемся спасти этот куст возможно у нас выживет ну вот по поводу этого боярышника я конечно побаиваюсь то что он не выдержит то что он в принципе не принялся у нас вот еще один боярышник у него здесь такие хорошие корни были мне кажется у нас это основная проблема то что сильный ветер по поводу малины все что мы перекапали вот она опять начала появляться то есть эту территорию постепенно опять будем выкапывать выкорчевывать малину я тоже полно здесь вот 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 теперь я еще видела то есть периодически она встречается а вот еще вот смотрите здесь у нас было четыре кустика боярышника и вот эта малина тоже надо будет выкорчевывать удалять то есть вот так это в целом у нас почти чистый участок осталось чуть-чуть буквально очистить от травы вообще почему мы заморочились на тему того что в этом году полностью хотим истребить траву сорняки на участке чем больше у нас сорняка на участке тем больше у нас пауков и разных вредителей потому что на голой земле их нет вот эта тропиночка как мы заезжаем на участок друзья мои ну мы сегодня проделали большую работу хотя ее особо незаметно что мы сделали но тем не менее мы поехали домой уже устали кушать охота очень жарко точнее даже не кушать охота охота мороженого холодного вот говорить даже разговаривать у меня уже мне тяжело дается но тем не менее друзья мои наблюдайте как мы постепенно здесь выполняем работу очищаем и работая на нашем участке всем спасибо что пишите комментарии это очень помогает это подбадривает это заряжает энергии поддерживает спасибо большое я прям с удовольствием читаю ваши комментарии спасибо большое а на сегодня всем пока всем пока пока ставьте лайки подписывайтесь на канал и жмите колокольчик вот здесь всем пока пока до новых встреч пока пока и ставьте лайки 100 лайков для просмотра кликните видео подпишитесь на наш семейный канал дизайнете Tallまкова дизайнете дизайнете Тяпvez